Всем привет! Мы в центре города Оренбурга, там где я учился. Это парк, находящийся возле правительства Оренбургской области в управлении сельского хозяйства. Вот такие тут цветочки красивые в парке у Стелла. Поклонный крест установлен в день выхода из Оренбурга в Москву крестного хода, посвященную 2000-летию Рождества Христового на месте взорванного в 1936 году Казанского кафедрального собора. На этом месте находился Оренбургский кафедральный собор во имя Казанской Табынской Божьей Матери. Был построен в 1895 году. Собор был разрушен в 1936 году. Это у нас выглядит так здание правительства Оренбургской области. От моего дома город Оренбург находится в 160 километров, так что два часа не спеша мы двигались сюда. Два часа не спеша мы двигались сюда. А вот там где Владимир Ильич Ленин находится, это у нас управление сельского хозяйства Оренбургской области. Ну что могу сказать, написано тут на крае Оренбургской области Дом Советов. Советуются там все. Вот сегодня с дочкой приехали сюда, решили немного экскурсию так скажем, провести по центру города Оренбурга. Вот Ленин у нас. Сейчас покажу место, где я учился. вот это здание. На котором прикреплены пластины золотого цвета. И по-настоящему они медные пластины из меди. Вот все такое здание, покрытое медью. И это у нас юридическая академия. Он по-разному назывался. Институт, университет, академия, как только он назывался. Вот здесь ездят автобусы. Вот здесь была большой долгострой девятиэтажка. Возможно, мы найдем видео, вставим, покажем. Вот здесь была произведена реконструкция. Это здание разобрали. Так, пешеходный переход, где у нас там? Там у нас этот пешеходный переход. Так. Вот такие вот здания сохранились. Сохранились здания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Романтический театр, вот такие вот двери. Да, интересно. Пошли, Юли, в другое место. Дальше по Советской. Идем дальше по Советской. Улица, на которой я прожил целый год. Я ходил по этой улице, в эту юридическую академию. Конечно. Очень замечательные фонарные столбы, дорогие друзья. Это просто здорово, здорово. Браво художникам, браво. Браво. Молодцы. Такое искусство я признаю, такое искусство я люблю. Ну, почему бы фонарные столбы такие не сделать все замечательные, красивые? Такое искусство должно жить. Такое искусство должно быть. Да, вот красиво, красиво. Красиво, гармоничность с этими столбами, с этой архитектурой. Здорово. Здорово. Молодцы. Молодцы. Так, а это какой-то у нас лицей должен быть для одаренных детей. Насколько я помню. Видимо, математически лицейная для одаренных детей. Здорово. Всякие места должны быть. Не стоит забывать, что есть дети, которые не одаренные. Их тоже не стоит забывать. И тоже уделять им внимания. Здесь ремонтные работы идут. Тут тоже красивое здание. И что называется, архитектура должна сочетаться. И новая, и старая архитектура. Вот то, что она сочетается, это здорово. Поэтому архитекторы, которые назначены на должности, должны хранить не только старую культуру, но и чтобы новая не диссонировала с культурой прежней. Чтобы было все красиво. Чтобы все вызывало только вдохновение. Вот, пожалуйста, кареты. Кто-то заказал карету. Вот это библиотека имени Крупской. И, кстати, я там как-то готовился к конкурсу. На одну должность. Конкурс я подготовился на отлично. Но с должностью так и не вышло. С должностью так и не вышло. Библиотека именно Крупской. Вот такая вот красота. Вот что я имею в виду. Да, вот архитектура прежняя и архитектура новая. Я считаю, ничего не мешает. Все вот сделано правильно. Все сделано красиво. Не вытерно. Здорово. Молодцы. Браво архитектору города Оренбурга. Или тем, кто принимал решение. И тем, естественно, кто это делал. Молодцы. Да, вот эти вот здания, которые построены ранее. Все-таки я хочу увидеть, да, когда основаны. Все-таки я считаю, что здесь мало стелл. Не хватает стелл. Ну да. Не хватает стелл. Юля. Институт искусств имени Ростроповича, дочь. Это институт искусств имени Ростроповича. Государственное бюджетное образовательное учреждение, да, у нас? Институт искусств имени Ростроповича. У нас дочка поступила в колледж имени Ростроповича. То есть при этом институте. Вот стелла у нас. Следующий российский император, да? Или нет? Ну, короче, почти своим присутствием на Оренбургском общественном собрании. А, в общем, был на Оренбургском общественном собрании, это Николай Второй, да? Его? Нет? Он? Николай Александрович. Николай Александрович был. Ну, все понятно. Вот так вот. Вот тоже статуя интересная. Вот здесь селфицы можно, дочка. Нормально будет. Здесь и тенек, да? Молодцы, художники, молодцы. Так, вот у нас разрешили кафе. Открытые кафе. Вот совсем недавно разрешили. С 29 августа. То есть вчера был день города. И с этого момента разрешили открытые кафе. Так что люди сидят. Жизнь возвращается в свое русло. Конечно, всем на здоровье главное, чтобы никто не болел. Вот так вот. Очень много людей гуляет. Ну, в принципе, воскресный день, выходной. Вчера, я думаю, было намного больше, потому что вчера был день города. Но я не люблю такие массовки. О, вон какой транспорт интересный. О, лошадь. Камеру видно такую. Да? А вот теперь... Тарам-тарам-тарам-тарам Тарам-тарам-тарам-тарам Почему я говорю тарам-тарам Сейчас поймете Поймете, почему я говорю тарам-тарам-тарам Тарам-тарам-тарам Так, все Светофор зеленый, идем Сейчас вы поймете, почему я говорю Тарам-тарам-тарам-тарам Тарам-тарам-тарам говорю Почему я говорю тарам-тарам-тарам? Администрация культуры Оренбургской области Ну, хорошее место Для администрации культуры, конечно А вот теперь я расскажу, почему тарам-тарам-тарам Почему же тарам-тарам-тарам? Затяну я, конечно, с этим, да? Почему же, почему же? Так, в этом доме родился Выдающийся советский ученый Герой социалистической труда Аи Берг Ух ты, как интересно Интересно, что у нас Берг был губернатором Оренбургской области Сравнительно три года назад Ну, ладно Ты смотри, кстати, он на него похож очень сильно Да? Дочка, обалдеть Ничего себе Вот я об этом, друзья, только узнал Очень похож сильно Обалдеть Ну и что вам скажу, мои дорогие друзья В этом доме На этой улице советской Жил я Да Не менее известный Да Фактически блогер Фактически спортсмен И уж точно Отец четверых детей Я Женька здесь жил Здесь жил, ходил Ходил я В институт И вот я даже покажу Где Где мое окно Мое окно покажу вам сейчас Вот Вот это вот Вентиляционная Дыра Вот здесь я жил Товарищи Дорогие Целый год Я здесь жил Учился Бегал По этой улице Бегал в сторону набережной И бегал по набережной Занимался боксом В областной школе бокса Да В общем Получал от жизни Удовольствие Не пил, не курил Что в принципе и сейчас этим занимаюсь Не пью, не курю И пытаюсь Насколько это возможно Хватает времени и здоровья Заниматься спортом Вот так, дорогие друзья Для чего же мы сюда сегодня приехали А завтра моей дочери Дочери Поступать Вот Видите, как интересно Да, когда-то Я здесь учился А теперь моя Дочь в этот приезжает Город учиться Вот смотрите Четверо Четверо ребят Мальчишки, девчонки Несут ей цветы Как здорово Символично У меня двое Мальчиков Двое девочек И красавица Жена Летопись Учительской славы Оренбуржья Молодцы Нужно 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 Выкалечивать память Учителей Учителей Учителя нам многое дают Это большой труд Ответственный труд Это здорово Молодцы Да Идем, дочка И когда я бежал По этой улице Когда По утрам я делал Пробежки И зим И в лютый холод И ветер И дождь Я Написал Небольшое Четверостишься Было холодно Была зима Было скользко Я написал Бегу Против ветра По скользкому льду И сил уже нету Но все же Бегу А когда я приехал В этот дом На улицу Советскую Так как Советскую Очень Шумное Место Очень-очень И когда мимо тебя Проходит У тебя открыто Вентиляционное Отверстие Ты очень хорошо Слышишь Горожан И тогда я тоже Написал Небольшое Стихотворение Шум города Ты его знаешь Или ты сам В нем В нем роль Играешь Да Его шум Наивает усталость Но ты не грусти Спать недолго Осталось Ведь От шума его От шума проснешься Обязательно утром Весь город Без шума Не живет Ни минуты Я сейчас себя Ловлю на мысли Когда в этом городе Я был счастлив А счастлив я был Тогда Когда занимался Спортом Когда просыпался У меня был выбор Идти на первую пару Или идти на пробежку Я выбирал пробежку Но это Нисколько мне не помешало Нисколько Не помешало Стать юристом Потому что Не обязательно должен быть Гранит науки Должны быть и другие Увлечения От которых Заряжаешься От которых Получаешь энергию От которых Светишься Светишься Добротой Энтузиазмом Это должно быть Увлечение Которое Сопровождает Тебя всю жизнь И пусть это Непрофессионально Может скажет Кто-то Что Мои Тренировки Не дотягивают До любительских Но я их люблю Они мне не приносят Удовольствия Я их совмещаю С семьей С сыном Дочки Что-то не очень-то Захотели Да Дочка Тренироваться Со мной Что-то как-то Пытался их Приручить Но не получилось У меня Айда дочка Посмотрим В общем Вот здесь Другие Архитектурные Сооружения Вот здесь Стеллы Красивые Стеллы Здесь Это у нас Спуск Спуск К Уралу Спуск К Уралу Какая Собака Красивая Альбинос Прям Альбинос Прям Собака Красивая Здание Какой красивый Да Смотри Кирпичные С башенными Часами Там у нас Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич Пушкин Да Дорогие друзья Вспоминаю Ностальгирую Ну что вам Могу сказать Жизнь такая Была Насыщенная Что мне Некогда Было Спокойно Прогуляться И дойти До Александра Сергеевича Он был рядом Со мной По утрам Я Приветствовал Его Но За руку С ним Не здоровался Несмотря На то Что сейчас Коронавирус Все таки Я подойду И пожму Александра Сергеевича В руку За его Хотя бы Фонтан любви Фонтан печальный И я твой Мрамор Вопрошал Хвалу Стране Прочел я Дальний Но Марии Ты молчал Светила Светила Дальняя Зарема Ой Забыл уже Смутили меня 300 Музей Историй Города Оренбурга Выходной Понедельник В период 17 августа 1 сентября Строго Масках И перчатках Здание Гаупт Вахты Это у нас Светила Бледная Зарема Никак Не вспомню Вот там Колокола Красиво Красиво Давай Александр Сергеевич Руку пожму Пушкин А то Целый год Каждое утро Бегал от него Привет Александр Сергеевич Спасибо Олизи Большой дуб Поэтому Много Много Желудей Очень Много Такие Вот Семена Дуба Падают Интересно Там Башенные часы Башенные часы Дочка Правильно Я показываю Че Че Без 22 Что Правильно Да Смотри Даже Идут Здорово Секундной Стрелки Правда Нет Ничего Это Памятник Чикалу Да Вот такие вот у нас ступени Красивые Сделали ремонт Вот такая вот у нас красота открывается Такой мост Стрелки 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 кабинки что-то стоят да что пошли спускаемся . да да я здесь был где-то года два назад здесь турников не было интересно есть если сейчас пошли посмотрим там справа есть спуск нет вот люди купаются еще наслаждаются природой молодцы здесь по этим ступеням я вот так вот бегал и вверх и вниз и получал это неумоверное удовольствие получал это неумоверное удовольствие такая вот интересная тоже здесь красота интересная здесь акустика акустика красивый спуск берег урала за столько лет ничем не изменился ты смотри дочь все стороны закрыт закрыт еще до конца не отремонтировали еще вот рабочий ремонтирует ладно мы сейчас другой стороны пройдем с другой стороны пройдем ухо навевает меня несмотря на ограждение перешагнуть и спуститься там есть рабочий нельзя вот смотри как вот такая лестница дочка обалдеть вот такая интересная там лестница блин крутая лестница на маленький мальчик я обычно моя пробежка юль была вон до того моста видишь его наверно не видно на видео тут мост что-то ветер камера не хочет схватывать фиксировать здесь самое главное друзья здесь середина европы азии да вот а азия все мы с дочкой пересекли пересекли азию а с этой стороны европа дорогие друзья вот такой рубеж интересный блин вот люди конечно люди взяли из гвоздали как всегда такой красивый монумент азии раздель обозначающий границы европы и азии да ну зачем так делать да что же такое когда же мы люди на научимся европу всю испачкали из рисовали ну зачем так красиво да вот был так было красиво взяли все из рисовали так что мы с дочкой на границе европы азии моста качается страшно не страшно боишься телефон выронить вот что интересно самое боишься выронить телефон и тогда будет беда вот там следственный комитет и храм ну конечно следственный комитет и считаю можно было в другом месте построить вот такой вот вид открывается с моста мост немного подтряхивает это как называется кто это в простонародье называется беловка кстати я не придавал значение почему она так называется к своему стыду вот в простонародье его называли беловка всегда потому что белые все наверное белый мост ну наверное нет все таки другой а там за мостом у нас фарштад фарштад вот красивые оригинальные беседки сделали красиво молодцы хорошо такая архитектура допускаю я должна присутствовать здесь железная дорога это понимаю детская железная дорога ездит поезд там спускаются люди здесь детские тренажеры детские тренажеры молодцы молодцы красиво из дерева сделали из дерева детские тренажи красиво все, но в этом плане не то, что я уже позвоню ну, чтобы вы тоже понимали я позвоню, что я уже приезжаю на инструментарий ну, на инструментарий потом подружка она идет назад вот, и еще одна подружка блин, а где же тренажеры-то? убрали, что ли? такие взрослые да я как бы могу подтягиваться на лестнице но не хочется не хочется вот такое для детей сделали в принципе никто взрослым не мешает тут кататься но здесь я думаю взрослым не очень интересно но все равно здорово 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 новая культура новая культура тоже спорт правда, травмоопасный спорт да, отлично парень катается вообще четко четко обалдеть вообще круто все круто мы все сейчас идем назад ну и вот мы дошли до моста до другого уже моста дошли вот вот туда я раньше бегал там было более живописно не было вот этих кустов там тоже проходила вода очень было интересно спасибо 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 Продолжение следует...